Привет всем! Вы на канале Валари Лайф. В сегодняшнем видео я постараюсь ответить на самый часто задаваемый вопрос в комментариях под видео об иммиграции. Это вопрос о поиске первой работы в Канаде. Так что всем, кому интересно, оставайтесь смотреть. Поиск работы в Канаде особо ничем не отличается от любой другой страны. Вы фильтруете предложение по интернету, потом вы составляете свое резюме или до этого вы составляете свое резюме, рассылаете все резюме и ждете приглашения на интервью. После того, как вас отобрали, то есть ваши резюме отобрали, скорее всего будет телефонное интервью, когда вам позвонят и зададут вам несколько вопросов по вашему резюме или несколько отрешенных вопросов. После этого телефонного интервью вас могут пригласить уже на личное интервью, где вам подробно расскажут о всех обязанностях на эту должность, вам представят непосредственных начальников, покажут офис, бла-бла-бла. То есть я считаю, что это ничем не отличается от поиска работы в России, Украине, Беларуси и так далее. Ну и конечно же при поиске работы важна определенная удача, то есть нужно попасть в нужное место и в нужное время. У меня есть огромное количество знакомых, которые, приехав в Канаду, сразу нашли свою работу и по сей день там работают. То есть это люди, которым сразу повезло с компанией, с должностью, с коллективом, с зарплатой, с местоположением, расположением офиса и так далее. И также есть огромное количество людей, которые по сей день себя ищут. Кстати, это я о себе. Вот, поэтому, что очень важно для начала? Конечно же язык, конечно же язык. Если вы технарь, а под технарем я подразумеваю всех тех людей, у которых международное знание. То есть инженеры, программисты, повара, столяр, строитель. Ребят, ну там, где нужно как можно меньше говорить, а больше делать. Мозгами делать, руками делать, неважно. Для этих позиций, конечно, важен язык. Вы же должны понять, что вам говорят. Но это, скажем так, это базовый уровень языка. На этих позициях никто не будет придираться к вашим ошибкам, к вашему акценту, к вашей скорости говорения, к вашей грамматике написания. Потому что вы технарь. Если вы, как и я, в прошлой жизни офисный работник, то есть вы там перебираете бумажки в офисе, отвечаете на звонки, офисный работник, менеджер, то здесь важен язык. Как ни крути, потому что вы общаетесь с клиентами, это язык. Вы общаетесь с коллективом, это язык. Вы занимаетесь перепиской, это также язык. Вывод. Если вы технарь и у вас есть хотя бы минимальные знания языка, то, приехав в Канаду, составляйте свое резюме, переводите его на английский и французский, в зависимости от той провинции, куда вы приехали. И рассылайте. Рассылайте, не переживайте. Все будет хорошо. Возможно, вы найдете работу не вот так быстро, как вам бы хотелось, но вы ее найдете. И, скорее всего, вам будут платить немного меньше, чем местному жителю, но это временное явление. Потом вы уже выйдете на тот уровень зарплаты, который получает местный канадец. Если вы офисный работник, в прошлом бухгалтер, юрист, экономист, и вы хотите продолжать ту же специально здесь, то, во-первых, это язык, а во-вторых, вам нужно подтвердить свой диплом. То есть, вам однозначно нужно идти учиться. Вот. И после того, когда вы закончите свою учебу, нужно быть готовым, что первое место работы вы поищите, ну, немного дольше. Теперь примеры из моей жизни. Я не бухгалтер, не юрист, не экономист. У меня языковое образование, то есть, в Украине я закончила ИНИАС. Никогда в жизни я не работала с языком. Я была менеджером по продаже, директором по продаже. То есть, я занималась продажами. Продажа – это как бы тоже международное дело. Но здесь очень важен язык. Очень важен язык. Поэтому после того, как я закончила курсы французского для того, чтобы возобновить свои знания, я пошла в университет подтянуть свой письменный французский и свой устный французский. И даже не сколько устный французский, сколько восприятие на слух. После этого я почему-то решила восстановить свой диплом, то есть, стать переводчиком в Канаде. Это была дурная затея, потому что в Квебеке, например, существует факультет переводчиков, где ты, где у тебя родной язык или французский, или английский. То есть, ты переводчик с французского на английский, если французский твой родной язык, или с английского на французский, если английский твой родной язык. Сами понимаете, что у меня русский и украинский, французский на тот момент это был третий, а английский – четвертый. Поэтому, проучившись год в университете со всеми местными товарищами, я поняла, что переводчиком я не стану. А пересдавать экзамены для того, чтобы подтвердить свой диплом и для того, чтобы стать русско-французским переводчиком, франко-русским, я как-то не захотела, не додумала, не пошла. Но так получилось, что во время учебы в университете, во время учебы на переводчика я нашла себе работу. Работа в офисе, это был, если на русский переводить, менеджер внешнеэкономической деятельности. То есть я напрямую особо не общалась с клиентами, я больше занималась бумажными делами. Но так как компания работала с украинским и русским рынком, я была именно тот человек, которого они искали. Но минус этой компании заключался в том, что она находилась в 60 километрах от моего дома. И туда не ходил и не ходит никакой общественный транспорт. И каждый день я выкатывала 120 километров. Ну как бы это утомительно, как ни крути. Хотя дорога занимала 45 минут в одну сторону. Фактически у каждого, даже на сегодняшний момент моя дорога в офисе занимает 45 минут. Но 45 минут за рулем, это утомительно. Вот. После чего я ушла в декрет. И после декрета я решила туда не возвращаться, потому что это очень далеко. И там были свои определенные условия. Я также нашла работу в офисе. Это менеджер, офис-менеджер. То есть это человек, который занимается всякой бумажной работой. Человек, который общается с клиентами. Ну в нашей компании это не клиенты, это члены ассоциации. Но это человек, которому нужен язык. Французский, потому что мы в Квебеке. Ну и английский, ну английский постольку поскольку. И вот здесь лично я столкнулась с тем, что мой директор не упускает возможности напомнить мне о моем акценте. Я хочу сказать сразу, что первое поколение эмиграции, то есть я это первое поколение эмиграции, приехав сюда, будучи взрослым человеком, мы никогда не избавимся от акцента. У нас всегда будет акцент. Только у наших детей нет акцента. Поэтому, ну вот если бы я там была без одного глаза, это не исправить. Да, вот так и с моим акцентом. Он шутит на эту тему. Он делает замечания. Он поправляет меня. И, ребят, положа руку на сердце, это стрессирует. Это стрессирует. И иногда, прежде чем что-то сказать, я 10 раз обдумаю фразу, проговорю про себя. И, короче, это не очень приятно. И нужно быть к этому готовы. Несмотря на то, что Канада это открытая страна по отношению к эмиграции, находятся такие товарищи, которые всегда кольнут вас за ваш язык. Еще существуют такие подпунктики. Когда вы ищете свою первую работу, и неважно, вот, например, да, я офисный работник, но я сейчас подала документы в третий канадский университет уже, потому что два уже было, да, это третий, на программиста. Я жду ответ «возьмут, не возьмут». Там для того, чтобы меня взяли достаточно уровень языка французский и знания математики. По языку я предоставила огромное количество документов о том, что я говорю и вообще нормально говорю. А по математике, скорее всего, мне надо будет взять дополнительный курс математики. Ну, я ответ пока еще не получила. Как получила, обязательно расскажу. Так вот, если вы первый раз устраиваетесь на работу, вот вы только приехали, вы ищете работу, вы не можете ее найти, вы идете в центр занятости, берете рандеву у любого агента и просите у него письмо. Внизу под этим видео я напишу, как это письмо называется. Что это за письмо? Это письмо, которое гарантирует, это письмо для работодателя, и оно гарантирует оплату зарплату. Там получается, что работодатель вам может платить минимальную зарплату, а остальную разницу платит государство. То есть, как бы, возьмите, пожалуйста, этого человека, мы вам даже доплатим, а вот если он вам понравится, через 3 месяца, ну, вы уже будете полностью его содержать, вы будете полностью платить зарплату. Очень многие компании, кстати, этим пользуются, они знают об этом письме, они специально даже в офрах, ну, в этих, в анонсах, господи, как это просто, в объявлениях по работе, они указывают, есть ли у вас такое письмо. Ну, это уже, кстати, плохой знак, потому что 90% того, что вас через 3 месяца уволят. Ну, потому что компании так пользуются, вот такие есть нечистые компании. И это письмо вы можете использовать всего лишь один раз. Моему мужу повезло, он 2 раза пользовался подобным письмом. Первый раз, когда мы приехали, он устроился на геодезиста, и так и получилось, что через 3 месяца его сократили. Вот, ну, правда, тут, наверное, не в письме дело, потому что сократили весь департамент. А второй раз, когда он переучился на программиста, он также взял это письмо, потому что он поменял специальность. И, вот только я не помню, пользовалась ли этим письмом компания, вроде бы не пользовалась. Такая же ситуация и со мной, то есть, так как я иду переучиваться на программиста, если я долго не смогу найти работу, я приду в центр занятости, попрошу это письмо, и мне его дадут. То есть, вы должны знать, что существует такое письмо, не стесняться, приходите в центр занятости, и вам, не будут из вас выкручивать веревки, вам его спокойно дадут. Также, приехав в Канаду, регистрируйтесь во всевозможных соцсетях. Ну, мне кажется, что в Канаде больше развит Facebook. Во всех группах спрашивайте людей, кто, в каких компаниях ищут сотрудников. Сейчас объясню, почему. Например, вы ищите работу, а в моей компании есть свободный пост. И по вашему резюме, по идее, вы идеально подходите. И, например, я говорю, вот там есть Вася Иванов, он классный парень, прекрасный, например, программист. Возьмите его. Вы проходите интервью на общих условиях, конечно же, но вас берут. И я за это получаю определенную сумму денег. И тут зависит от компании. В каких-то компаниях это 300 долларов, в каких-то компаниях это 500 долларов, в каких-то компаниях это может даже быть 1000 долларов. Поэтому здесь вот эта рекомендация, этот результат очень-очень развит. Так что в заключение, все равно видео получилось длинным, но люблю поболтать, извините. В заключение я вам хочу сказать, вы должны по приезду оценить свой язык. Если язык слабый, идите учиться, не переживайте, у вас будут всякие, всевозможные стипендии. Если вам нужно переучиваться, подтверждать свой диплом, идите сразу переучивайтесь и подтверждайте свой диплом. Потому что если вы хоть где-то поработаете, вас лишат стипендии. Для того, чтобы найти работу, недостаточно просто рассылать свое резюме по компаниям. Выходите в соцсети, знакомьтесь с людьми и в наглую спрашивайте, кто где ищет работу. И чуть ли не всем раздавайте резюме. Не переживайте. Было бы желание, если вы в своей стране чего-то добились, то вы здесь добьетесь намного быстрее. Всем вам удачи. Если у вас будут еще вопросы, пожалуйста, оставляйте их в комментариях. Всем пока.